Вдова Кочегара с детьми получит жилье, от которого отказались жильцы дома, где произошел взрыв котла. Как сообщили в Акимате поселка Шахан, до конца мая завершится ремонт квартир и начнется заселение нуждающихся. Сейчас вдова с детьми живет в съемной квартире, где нет нормальных условий. Уже к концу мая закончится ремонт квартир, которые выделят нуждающимся. В этот список входит и семья погибшего Кочегара. Многие жильцы пострадавшего дома отказались въезжать в свои квартиры. Фатима призналась, что тоже боится жить в том доме. Но другого варианта нет, сказали ей в Акимате. Вначале я хотела отказаться от квартиры, но мне сказали, что не стоит этого делать, ведь нужно думать о детях. Потом подумала, время лечит. И после встречи в Акимате мне сказали, что сообщат, как только закончит ремонт. Показали список очередей за квартирой. На третьем месте стою я. К концу мая завершится ремонт и начнется заселение квартир. Для большей безопасности решили строить единую котельную на улице, заявили в Акимате. Да, значит, на сегодняшний день ведется ремонт квартир. Завершается уже до конца мая месяца, они должны закончить. Подъезд уже отремонтировали. Сейчас 10 квартир там осталось. Из 10 квартир 3 в коммунальной собственности находятся. 7 квартир, они сейчас переданы собственниками тех квартир, на которых купили квартиры пострадавших. Косвенно пострадавших. Эти квартиры сейчас в фонде, они, в попечительском совете к ним относятся. В настоящее время ремонтируются. До конца мая завершатся работы там ремонтные. После чего будут очередникам выдаваться. В первую очередь детям, сиротам и многодетным семьям. Напомним, что обрушение пятиэтажного жилого дома в поселке Шахан, близ Шахтинска, произошло в ночь на 2 января. Под завалами погибли 9 человек. Спасены 32-летний мужчина и 11-летняя девочка. Эксперты предположительной причиной разрушения назвали взрыв в помещении котельной.